Здравствуйте! Новости на канале СКАД в студии Оксана Шкаева. С 1 октября жители Самара ожидают увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Цена одной поездки составит 25 рублей, меньше будут платить те, кто пользуется транспортной картой 23 рубля. Школьникам и студентам по аналогичной карте проезд обойдется в 16 и 18 рублей, соответственно. Дорожает и безлимитная карта. Школьная будет стоить 750 рублей, студенческая – 950. Проездной, позволяющий пользоваться любым общественным видом транспорта, с 1 октября обойдется в 1600 рублей. Единая Россия выдвинула на пост спикер Самарского губернтской думы Виктора Сазонова. Такое решение принято по итогам внеочередной конференции регионального отделения партии. Кроме того, были подведены окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы и губернтской. Слово нашему корреспонденту Александру Семенову. Итоги выборов как минимум удовлетворительные. Явка более 50%. Как отметил губернатор Николай Меркушкин, это очень хороший результат среди областей, в которых есть города-миллионники. Эта кампания проходила в непростых экономических и политических условиях. Но, несмотря ни на что, результат достигнут. Напомним, по итогам прошедших в воскресенье выборов депутатов Самарской губернтской думы, Единая Россия получила 51,02% голосов. КПРФ 17,44% голосов. ЛДПР 14,48%. Справедливая Россия 5,7%. Из 25 мест по спискам 16 досталось единороссам. 5 – коммунистам, 3 – либерал-демократам и одно – справоросам. Кроме того, Единая Россия получила еще 24 мандата в округах. Нам нужна стабильность, нам нужна конструктивная работа, нам нужна ценность на реальные дела. Выразить вам за это благодарность. Также на конференции единороссы определились с кандидатом на пост спикера Губдумы. Им стал действующий председатель областного парламента Виктор Сазонов. Я хочу вас искренне поблагодарить за поддержку моей кандидатуры. Еще раз хочу сказать о том, что после случая избравия Самарской губернтской думы, я провожу все усилия для эффективной работы парламента. На первом заседании Самарской губернтской думы 6-го созыва будет окончательно определено, кто станет председателем. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Первый этап всероссийского конкурса «Учитель года» в эти дни проходит в 41-й Самарской школе. Участники уже познакомились с достопримечательностями города, о том, как развивается система образования в регионе, гостям рассказал глава города. Такого приема участники конкурса явно не ожидали. Лучших учителей России встречают с песнями, танцами и даже хлебом и солью. А в актовом зале короткая презентация Самары об истории, достижениях и перспективах развития системы образования города и региона в целом. С приходом Николана Чемеркушкина у нас реформирует система образования. У нас объединены два университета. Это государственный университет и авиационный институт. Сейчас они стали федеральным таким университетом, научно-исследовательским университетом имени Королева. В прошлом году было 630 медалистов, в этом году уже 712. 92 школьника получили стубальный результат на экзамен, четверо из них по двум предметам. То есть, представляете, такой труд наших педагогов, и мы очень этим гордимся. В этом году своей дверью открыл Центр одаренных детей и планируется строительство технополиса «Гагарин-центр». Сегодня одна из важнейших задач системы образования региона – повысить интересы школьников к техническим профессиям и подготовить новые научные кадры. Главные наши амбиции связаны с пониманием Самары как космической столицы. Космос – это наше все, это наш главный городской бренд. И поэтому, конечно, перед школами в первую очередь сегодня мы ставим задачу повысить уровень преподавания математики, физики, информатики и развить интерес к техническому творчеству. В Самаре подвели итоги творческого конкурса среди работников дошкольных учреждений. И в профессиональный праздник лучших в этой сфере отметили памятными дипломами и благодарностями от главы города и Министерства образования. О тех, кто жизни без детей уже не мыслит – в материале наших корреспондентов. Они, кажется, с детством и не прощались многие в системе дошкольного образования не один десяток лет. Дети вдохновляют на творчество, говорит Татьяна Мишуткина. Ее коллектив уже несколько лет в числе призеров на фестивале талантов среди педагогов дошкольного образования. Результат этой работы – это результат не одного воспитателя. У нас участвует восемь педагогов. И, конечно же, каждый из них внес свою в лепту. То есть это организованный уже коллектив. То есть мы выступаем на большой сцене. С профессиональным праздником воспитателей и педагогов дошкольных учреждений поздравляют дети, победители и призеры городских фестивалей детского творчества. Слова благодарности и пожелания успеха и от представителей городской администрации. Разрешите от имени главы городского округа Фурсова Олега Борисовича поздравить вас с этим профессиональным праздником, выразить слова благодарности вашей нелегкой, но очень нужной работе. В городе у нас 211 образований. В них учатся 47 тысяч учеников и преподают, и работают около 8 тысяч преподавателей и сотрудников. Екатерина Алексеева, Николай Сидоров, СТВ. Меньше за границей, больше дома. Жители Самарской области в этом году из-за политических и валютных кризисов гораздо меньше ездили в Турцию и Египет. На пресс-конференции в День туризма подвели итоги и озвучили данные, как распределились предпочтения отдыхающих. Подробнее в сюжете. Санкции, валютные риски, политические кризисы и снижение зарплаты заставили большинство самарских отпускников отдыхать в пределах границ России, а порой и не выезжая за пределы региона. Об этом говорят итоги продаж турфирм. Первое место принадлежит отдых на курортах Краснодарского края и Крыма. С небольшим отрывом всего в 1% уступили речные круизы. И третье место заняли так называемый тур выходного дня. В Турцию в этом году отправились на 60 тысяч меньше отдыхающих, чем в прошлом году. Египет потерял 24 тысячи. На этом фоне 19 тысяч самарцев выбрали Крым. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. В Краснодарский край приехали 24 тысячи. Прирост очень большой – 17 тысяч. Греция приняла 4 тысячи самарцев. Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. В Болгарию приехали на 2,5 тысячи больше. Всего 4 тысячи. Столько же в Тунис. Поток туристов туда вырос на 3 тысячи человек. Ситуация на следующий год не ясна. Все зависит от решения федеральных властей. Исключить Египет и Турцию из числа неблагополучных для туристов стран или нет. Но региональные власти активно готовятся к развитию внутреннего туризма. В этом поможет инфраструктура, созданная к чемпионату мира по футболу. Но не только. Правительством Самарской области реализуется комплексный план по развитию туристских гостевых маршрутов. Когда не просто город готовится, а инфраструктура выстраивается именно по тем маршрутам. Было принято решение под единым брендом «Великий Волжский путь» продвигать туристические маршруты Приволжского федерального округа. Ряд маршрутов уже было презентовано. Туристические компании активно готовятся к зимнему сезону. Предлагают лыжные туры, отдых в санаториях вместе с лечением. Спецпрограммы на новогодние праздники уже готовы. Кроме того, уже начались продажи речных круизов на следующий год. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. В областном центре стартовала неделя российского кино. Самарским зрителям покажут так называемые редкие фильмы. На большом экране можно будет посмотреть лучшие отечественные картины последних лет. Самара впервые принимает неделю российского кино. И сразу виден ажиотаж вокруг показов. Люди заранее бронируют места. На экраны пойдут работы настоящих мастеров. Картины, которые заставляют мыслить. Очень много фильмов пропадает. Оно не идет в широкий прокат. Из тех, которые вы увидите на нашей неделе, наверное, максимум вы смотрели два, может быть, три. Но основная часть была неудостоена зрителей. Ее не взяли кинотеатры, потому что они посчитали, что это невыгодно. Но фильмы действительно хорошие. Они не коммерческие, они именно такие творческие. Они про жизнь, они про чувства. И они вызывают очень приятные эмоции после просмотра. Неделя российского кино – совместный проект телеканала ТВ-1000 «Русское кино» и компании Теленет. Всего в рамках недели на большом экране будет показано семь фильмов, многие из которых заслужили любовь зрителей и признание профессионального сообщества. Но это отдельный пласт кино, который существует. Это не фильмы, которые раскручены. Это не фестивальное кино, но это хорошие, достойные, добротные кинофильмы, которые нужно смотреть, нужно знать. Ежегодно снимается некоторое количество фильмов, которые нельзя увидеть нигде. Мы даем такую возможность. Фильмы в рамках недели российского кино могут увидеть все желающие. Для этого необходимо зайти на сайт Теленет и зарегистрироваться для участия в показе. Илья Егоров, Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. У меня вся информация. На этом далее еще один сюжет, прогноз погоды и программа «Абзац». В завершение выпуска напомню адрес сайта Георгий Лиманского, гс.лиманский.ру. Читайте наши новости в социальных сетях, группах СКАТ и СТВ «Самар». Заходите на сайт нашей телерадиокомпании. Я прощаюсь с вами. До свидания. До встречи. Жители Самарской области все чаще выходят в интернет на скоростях сети 4G. За год количество пользователей быстрого мобильного интернета среди абонентов компании «Мегафон» выросло почти в два раза. Доступные цены на современные гаджеты и услуги активно способствуют этому росту. Купить смартфон, работающий на скоростях 4G, в наших салонах связи или интернет-магазине можно менее чем за 3000 рублей, с учетом отключения тарифа или опции. А 4G-планшет можно приобрести за 5000 рублей. Это в разы меньше, чем всего пару лет назад. Пользоваться мобильными услугами и при этом экономить абонентам позволяет и выгодная пакетная тарифная линейка оператора. Сейчас наиболее популярным тарифом у наших абонентов является тариф «Все включено М». Довольно большой пакет услуг, включающих минуты, интернет-трафик, смс-сообщения обойдется всего 10,5 рублей в день. При этом все вызовы внутри сети «Мегафон» не тарифицируются и даже в поездках по России. Современные технологии связи доступны каждому. Один визит в салон «Мегафона» или клик на страницы интернет-магазина. И у вас появится универсальный мобильный помощник. Быстрый и недорогой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok